В истории любого народа, а в нашем случае расы, наступает период, когда личные амбиции, стимул к доминированию или попросту первобытная жажда крови застилает взор. Войны – это неотъемлемая часть всего сущего. Они наблюдаются как в микромире, на уровне клеток и бактерий, так и в макромире, на фоне галактик и скоплений. Это как хаос – обратная сторона порядка. Две первозданные сущности, которые и определяют структуру вселенной. Порядок рождается из хаоса, и в конечном итоге он же может вновь обратиться в хаос. И поскольку именно баланс этих сил и определяет возможность существования реальности, так и эпоха кровопролития, что воплощает в себе хаос, не может существовать вечно. Протасы осознали это, когда к ним пришло озарение. Ну а подарил его мистик, о котором, собственно, и пойдет речь в этом выпуске. Имя Кхас на Кхалане, языке протасов, означает «тот, кто принес порядок». Это был протас, живший в конце эпохи раздора. Он стал известен тем, что заново открыл псионную связь протасов – Кхалу. Настоящее его имя – Савасан, но оно осталось известно лишь хранителям. Углубимся в историю. Когда Зелнага в древности покинули протасов, последние расценили такой шаг творцов, как предательство. Они были обижены на всех – на Зелнага, на своих сородичей, на самих себя. Большинство отринуло старое поклонение, но были и племена, для которых сохранение реликвии Зелнага оставалось первостепенной задачей. К таким племенам относилось племя Шелак. Хотя они и не понимали предназначения артефактов, но свято верили, что это – то, что осталось от Иханрии. Их нужно сохранить любой ценой. Согласно сохранившимся воспоминаниям, Савасан как раз был воином из племени Шелак. И период его жизни выпал на конец эпохи раздора. Впрочем, он сам ее и прекратил. Но об этом дальше. В отличие от других протосов, он почти не испытывал ненависти к другим племенам, разрывавшей на части общество протосов в те времена. Однако он скрывал свои взгляды от всех, кроме своего ученика Темпла. Все, что интересовало Савасана – это знания, изучение наследия Зелнага. Учитывая, что он был самым мудрым и проницательным членом племени, руководство Шелак иногда даже закрывало глаза на его вольности. В то время протосы владели лишь телепатической коммуникацией. С реликвиями же подобным образом взаимодействовать было невозможно. Они были покрыты надписями, способом общения незнакомым протосам. Савасан считал, что при должном усердии надписи можно расшифровать. И заявил, что покидает племя, чтобы добиться своего. Защита артефактов всегда была первостепенной задачей Шелак. Но сейчас он хотел приложить максимум усилий, чтобы понять их. А для этого ему необходимо сосредоточиться и абстрагироваться от всей той ненависти и войны, что происходит вокруг. Именно тогда он спросил у Темпла, хочет тот и дальше оставаться верным идеалам Шелак и охранять реликвии ценой своей жизни. Или же последовать за ним и посвятить жизнь их изучению. Темпла последовал за учителем. Перед уходом Савасан попросил Шелак спрятать реликвии и не хранить их на видном месте. В тех же пещерах от атак извне было бы легче обороняться. И несмотря на неодобрение со стороны главы племени Талкара, поскольку это шло вразрез с традициями, они согласились. С точки зрения логики это было верным решением. Особенно в свете последнего нападения, когда Ара удалось нанести непоправимый вред одному из самых древнейших монолитов. Савасан и Темпла взяли с собой шкуры животных. Помимо теплого ночлега они служили им картой. Обугленной от костра веточкой Савасан отмечал на них все их путешествие. Каждый привал, каждую стоянку, при этом стараясь правильно оценивать расстояние. Это были первые зачатки письменности и картографии у расы, которая никогда не нуждалась в письменной фиксации информации. Язык образов и схем стал еще одной причиной, по которой Темпла последовал за своим учителем. Он хотел овладеть им в совершенстве. Кстати, а вы знали, что протасы в древности были теми еще мореходами? Ни бушующие штормы, ни пронизывающие ветра не могли сломить их волю и решимость. Сейчас поуправлять первобытными протасскими галерами вам вряд ли удастся. Все-таки было это давно. Но если дух морских приключений манит вас просто здесь и сейчас, то не нужно лететь ни на какой Айур. World of Warships полностью утолит ваш пыл на матушке земле. Захватывающие сражения, морские баталии, передовая графика и удобное управление сделают ваше погружение в мир военно-морского противостояния незабываемым. Станьте величайшим стратегом, планируйте каждый бой, ведь огромное разнообразие кораблей позволит вам каждый раз искать новый подход. World of Warships – командная и единственная массовая онлайн-игра про военно-морской флот 20 века. А при регистрации вы гарантированно получите крейсер второго уровня Диана, 3 миллиона кредитов и 500 единиц золота. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и покажите, кто здесь настоящий морской волк. Во время их странствий Савасан и Темпла наткнулись на патруль из племени Ара. Моментальная жажда крови охватила Темпла. Он сжал свое копье и уже был готов кинуться на превосходящие силы противника. Но Савасан остановил его. Во-первых, их было больше. Во-вторых, они обременены шкурами, на которых имеется ценная информация и которую нужно сохранить. И в-третьих, Ара тоже протасы – их собратья. Эти слова повергли Темпла в шок. Как? Как Савасан, его мудрый наставник и учитель мог так сказать? А не Ара! Те, кто безжалостно убивали его собратьев. Те, кто так невежественно разрушали реликвии Зелнага. Те, кто уничтожили все, что так дорого шелак. Как он может считать их равными? На это Савасан ответил, что в конечном итоге то, что они узнали, или еще узнают, должно будет стать известно всем протасам. Они не должны считать, что только шелак достойны такого знания. Иханрии выбрали их как расу. Они не делали различий между племенами. Однажды и сами протасы должны последовать их примеру. Темпла понадобилось время, чтобы обдумать эти слова. Но в конце концов, он и сам задумался. Что если камни, инструменты и другие странные предметы, назначения которых они не могли понять, были не единственным наследием, которое оставили протасам и Ханрии в тот темный день, когда они поднялись на свои корабли и навсегда покинули Айр. Что если их наследием были сами протасы? Как тогда они могли сражаться друг с другом? И тогда Савасан кивнул. Он понял, что сделал правильный выбор. Его ученик гораздо мудрее, чем он считал ранее. Во время своих странствий путешественники наткнулись на одну удивительную пещеру. Болею судеб, они были загнаны в нее внезапно разразившимся ливнем. В этой пещере находились сотни кристаллов самой разной формы и величины. Они сияли приглушенным светом зеленых, фиолетовых и синих оттенков. Они были прекрасны. Повидавшие за свои годы многие из реликвий Зелнага, Савасан все же отметил, что не видел ранее ничего подобного. Коснувшись одного из кристаллов, Савасан испытал дрожь. Его спина выгнулась дугой. Каждая мышца его тела была напряжена. Темпла молниеносно среагировал и бросился к своему наставнику, оттолкнув его в сторону. Когда Савасан коснулся кристаллов, с ним что-то произошло. Что-то такое, что он не мог описать словами. Его наполнили мысли. Нет, не мысли, чувства. И в этом что-то было. К примеру Савасана последовал и Темпла. Он посмотрел на своего учителя и смог испытать его эмоции, его чувства. Шок, вдохновение, трепет. Это было невероятно. Волна эмоций была настолько сильной, что Темпла больше не мог ее выдержать и отпустил кристалл. Чувства, которые не принадлежали ему, мгновенно отступили. И в разуме остались лишь мысли. То, что они испытали, казалось было чем-то древним. Чем-то, что старше их самих. Словно эта память глубже, чем их собственная. Словно это в их крови. Но как им заставить других протосов поверить в это? Это нужно лишь испытать. На что наставник ответил. Значит, им придется заставить их испытать. Они с Темпла вернулись к Шелак, взяв с собой несколько кристаллов для дальнейшего изучения. Телкар, лидер племени, как впрочем и многие из Шелак, хотели использовать кристаллы как оружие. И только огромное уважение к Савасану остановило от использования находки для более совершенной войны. По крайней мере, на время. Атаки на племя продолжались. И, как отметил Телкар, если их всех перебьют до последнего ребенка, то защищать и тем более изучать реликвии будет некому. Они ускорили исследование. Оба, и Темпла, и Савасан достаточно убедились на собственном опыте, что могут прикасаться к кристаллам, которые Савасан назвал кхайдаринскими. То есть соединяющими чувства. И быть вполне довольными испытуемыми ощущениями. Они прогрессировали до возможности испытывать обмен чувствами, не прикасаясь к кристаллам, а лишь находясь поблизости от них. А в дальнейшем и вовсе без помощи последних. Благодаря кристаллам Савасан и Темпла обрели понимание символов на реликвиях. И хотя казалось, что Савасан понимает символы лучше, именно Темпла совершил следующий прорыв. Однажды ему приснился сон. Сон, как он, спустился в такую глубокую и темную пещеру, в коих никогда не бывал. Там было множество реликвий Зелнага. Цельных, не оскверненных, не тронутых ни погодой, ни яростными атаками враждующих племен. То, что казалось лишь разбросанными камнями, теперь обретало форму и цвет. Артефакты вновь и вновь появлялись и исчезали в видениях Темпла. Над его головой парила маленькая каменная табличка, медленно и бесконечно вращаясь. Он схватил ее и увидел изображение на ней, так ясно, словно табличка была только что создана. На ней не было ни малейших изъянов. Проснувшись, Темпла незамедлительно зафиксировал увиденное на шкуре животного, воспользовавшись уже знакомой обугленной палочкой в качестве инструмента. Двое мистиков начали анализировать увиденные символы. Они научились управлять своими снами, чтобы подчеркнуть еще больше информации. В итоге эта информация привела их к месту, где была пустынная область, покрытая множеством кайдеринских кристаллов. Каждый из них нес какой-то обрывок информации, но ее было слишком много, и вся она бессвязна. «Мы должны коснуться их в определенном порядке», – сказал Савасан, ставя на место последний кусок головоломки. Но каков был этот порядок? Темпла посмотрел на своего наставника, а затем взглянул на свои руки. Он смотрел, как его пальцы, длинные и тонкие, касались кристалла. Он смотрел на них, словно видел их в первый раз. Ногти, суставы, сочленения. Каждый палец состоял из трех костей. Их длина относилась друг к другу в одинаковом соотношении. Подул ветер, и внимание приключилось на единственное выросшее здесь дерево. Его листья с шелестом шевелились. Савасан рядом с ним тоже смотрел на свои руки. И на листья. Затем он снял ожерелье из морских раковин и внимательно изучил каждую из них. Это было везде. В раковинах, прожилках листьев, его собственных пальцах. Каждая следующая секция была чуть длиннее предыдущей. И он сузил глаза от точности и красоты этого. Савасан распаковал табличку Иханрии, которую они всегда носили с собой. На ней было нанесено больше всего разнообразных отметок. Так что она оказывалась весьма полезной, когда они находили любой другой артефакт, требующий расшифровки. Он положил ее на землю дрожащими руками. Табличка не была квадратной. Ее ширина не была равна длине. А соотношение сторон то же самое. Совершенная пропорция. Золотое сечение. На языке протасов оно стало именоваться Ародор. Оба протаса одновременно повернулись к скоплению кристаллов. Теперь Темпла видел, что они расположены не хаотично. Среди них наблюдался порядок, преднамеренность расположения, которая ускользала от них ранее. «Сделай это сам, мой ученик», – сказал Савасан. «Эта честь принадлежит тебе». Темпла подался вперед и коснулся кристалла. Затем двинулся против направления движения Солнца, повторяя завитки ракушки. Единица. Одна целая шесть десятых. Кристаллы, которых он касался, теперь пульсировали. А звук, который был удивительно прекрасным, пронзающим насквозь, никуда не пропадал. Дрожью, проходя сквозь его кости, проникая в его кровь и сердце. Веденная таким образом последовательность привела к тому, что пласт земли поднялся в воздух, открывая тем самым вход в искусственную пещеру под поверхностью Айура. Она была огромной, наполненной прохладным, чистым, мягким воздухом. Внутри Савасан и Темпла обнаружили платформу. На ней лежали тела шести иссохших протасов, все из разных племен, связанных органическими проводами, которые, как сияющие лоза, обвивали их и вонзались вплоть. Увиденное ошарашило прибывших, и лишь успокаивающие мысли старшего шелак заставили Темпла взять себя в руки. «Они уже давно умерли, мой ученик. Они не причинят нам вреда». В пещере была неестественная сухость, нетипичная для других пещер, и уж тем более для климата на поверхности Айура. Продолжив путь в самый углубь пещеры, они нашли огромный, вероятно, самый большой из когда-либо виденных, Кайдаринский кристалл, который парил в центре огромного помещения. Медленно двигаясь, он пульсировал, и странники поняли, что видят перед собой источник звука, похожего на сердцебиение. В течение нескольких следующих дней они исследовали подземное помещение, и вскоре стало ясно, что их гораздо больше, чем они могли бы даже представить. Это выглядело как город, как огромный подземный город. Казалось, что практически под каждым сантиметром их родного мира можно было найти тоннели, катакомбы, помещения. И все же присутствующих больше всего интересовало, что же произошло с теми мертвыми протосами. Савасан долгое время рассматривал тела, словно разглядывание могло бы убедить их раскрыть свои секреты. То, что здесь находились представители из каждого племени, было не случайно. Савасан понимал это. Факт убийства протосов представителями Зелнага он также отвергал, так как их создатели были добрыми и заботливыми в его понимании. Они оберегали, направляли протосов. Нет, здесь должно быть что-то другое. И тогда он решил отсоединить тело одного из протосов, отвьющихся из кристалла лос. И что самое страшное, подсоединить себя. Темпла был в шоке. Как? Ведь это и могло послужить смертью тех протосов. Но они зашли слишком далеко, и Савасан не собирался отступать. Он решил отдаться воле и Ханрии. И будь что будет. Из стены появилась лоза, извивающаяся, медленно, изящно и пугающе. Каждая ветвь ее двинулась к Савасану, словно бы разумная сама по себе. Она окружила его тело, обвелась вокруг него. Огромный парящий кристалл, который вызывал благовенный трепет, вспыхнул блистательным лучистым светом. Звук, похожий на биение сердца, усилился. Распростертое тело Савасана начало окутываться светом. Внутрь ворвалась боль. Огонь о Савасана была столь сильна, что Темпла упал на колени. Тело Савасана на глазах начало усыхать. Темпла осознал, что иссохшие тела, которые они видели, дошли до этого состояния вовсе не благодаря времени и сухому воздуху, а в результате действия этой штуки, этой гадости. Во время того, как Савасан отключал мертвого протаса от лозы, в определенной последовательности загорались самоцветы. Темпла запомнил ее и теперь вновь торопливо пытался воспроизвести. Ничего, он не может остановить это. Но затем до него дошло. Он должен вести последовательность в обратном порядке. Быстро сосредоточившись так, как никогда прежде, он заколотил по светящимся самоцветам. Цвета изменились. Вместо пурпурного кристалл светился теперь синим. А вместо ощущения разрывающей на части боли, от Савасана исходил экстаз. Тело старшего протаса обращало нанесенный ему до того урон. И теперь Савасана обволакивало мягкое голубое свечение. Вероятно, что раньше кристалл каким-то образом вытягивал энергию Савасана. Теперь же он наоборот начал вливать ее в него. «Да», — передал Савасан, — «это питает меня, как солнце. Делится со мной разными вещами. О, темпла, это так прекрасно, так целительно. Теперь я понимаю. Я понимаю». Кристалл снова вспыхнул, ярко, словно солнце. А затем свечение погасло. Звук также угас до прежней фоновой громкости, а помещение вновь осветилось обычным мягким белым светом. Эмоции Савасана стали спокойнее. Вместо дикого экстаза теперь он испытывал умиротворение и радость. Темпла быстро ввел последовательность, и лоза отсоединилась, чтобы вновь отступить в камень. Савасан почувствовал себя полностью восстановленным и физически, и ментально. Соединившись с Кристаллом, он получил информацию о способе исцеления общества протасов. Потеря общей всеонной связи вызвала ненависть к себе, а та, в свою очередь, привела к раздору, признаком чего стала их противоречивая, в зависимости от племени, любовь либо ненависть к Зелнага. Возобновление связи могло дать протасам возможность исцелиться, почувствовав позитивные эмоции друг друга и положить конец раздору. Они больше никогда бы не смогли ненавидеть друг друга, потому что стали бы одним целым. Вернувшись, Савасан рассказал соплеменникам все о кристаллах. Вместе с Темпла они продемонстрировали, как их касаться, как подготовиться к слиянию, потере себя и открытию другого мира, который придет той волной, что может смыть неподготовленного. Он с гордостью смотрел, как один за другим они делали первые неуверенные шаги во что-то огромное, прекрасное и совершенное. Они научились работать с кристаллами и друг с другом, и этот опыт еще сильнее связал их. Но Савасану этого было мало. Он пошел еще дальше. Это наследие не только племени Шалак. Это наследие всех протасов. То, что мы собираемся сделать, говорил он, я надеюсь, запомнят как поворотную точку в истории нашего народа. Меня коснули Зелнага, и в свою очередь я поделился тем, что узнал с вами. Но это не должно остановиться. Держите кристаллы перед собой. А когда я скажу вам, каждый из вас коснется кристалла, закроет глаза и откроет свой разум и сердце тем протасам, которые жаждут этого. Жаждут того о существовании, чего еще не знают. Мы не создаем ничего нового. Мы открываем нечто древнее. Мы вспоминаем то, что было забыто давным-давно. Так началось распространение этой связи и обучение ей протасов из других племен. Поддерживаемый только что открытой псионной силой, Савасан, теперь известный как Хас, путешествовал среди протасов, понемногу подчиняя общество единой философии порядка, называемой Кхала. Так закончилась эпоха раздора. Не всем, однако, пришелся по душе дипломатический подход Кхаса. Иногда мистику приходилось обращаться и к другим мерам. К примеру, планета Гирас была населена протасами, погрязнувшими в жестокой кровопролитной междоусобице. Когда Кхас пришел туда, он призвал силу кайдаринских кристаллов и уничтожил арену, на которой происходили сражения. Кровавая вражда быстро закончилась, однако Кхас знал, что некоторые противоречия все же требуют силового решения. И поэтому то место было очищено и названо ареной чести. На ней благочестивые протасы могли решить спор честным поединком. По мере того, как связь становилась прочнее, Кхас реорганизовал общество протасов, разделив племена на касты, судей, руководителей, тамплиеров, воинов и Кхалаев, ремесленников и ученых. В итоге Кхас дожил до глубокой старости и умер в мире. Его дух объединился с Кхалой. До гибели Адуна, воины тамплиеров часто приветствовали друг друга выражением «Энтаро Кхас». Сейчас используются такие фразы, как «Да хранит нас Кхас» и «Да поможет нам Кхас». Теперь вы знаете, что для протасов Кхас это их мессия, их пророк, их просветитель. Рассвет всей протасской цивилизации стал возможен благодаря ему и его верному спутнику Темпла. Если рассказ был интересен, не забывайте поддержать лайком, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь роликом с друзьями. Вдруг им будет интересно узнать что-то новенькое о величественных протасах. Ну а на этом всё. Энтаро Кхас, друзья.